Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Организация работы с земляками-уроженцами Карачаева-Черкесии, которые сейчас учатся и работают в столице. Также необходимо совместно с правительством республики продолжить работу над повышением инвестиционной привлекательности региона. В должности главы администрации Адыгехабльского района Эдуард Дерев проработал 6 лет. За это время под его руководством совместно с правительством республики было реализовано немало проектов по улучшению социальной инфраструктуры, дорожных и инженерных коммуникаций. Принято решение о строительстве новой школы в Адыгехабле. Рашид Тимрезов поблагодарил Эдуарда Дерева за проделанную работу и выразил уверенность, что вектор на решение актуальных для района проблем и задач будет продолжен, а опыт и профессиональные знания помогут ему успешно справиться с поставленными задачами. Сегодня же Рашид Тимрезов подписал указ о назначении на должность министра труда и социального развития Карачаева-Черкесии Динары Камурзаевой. Ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения республики Динара Магомедовна – врач по образованию с 17-летним стажем работы в лечебных учреждениях. В Министерстве здравоохранения около пяти лет отвечала за реализацию приоритетных нацпроектов. Хорошо знакома со спецификой организации медицинской и социальной помощи в разрезе муниципалитетов. В прошлом году прошла профессиональную переподготовку в РАНХИКС по направлению современной технологии в социальной сфере. В зоне ответственности Министерства труда и социального развития находится ряд важных направлений, в том числе и социальная поддержка различных категорий граждан, взаимодействие со службой занятости. Особое внимание сейчас уделяется организации адресной помощи военнослужащим и членам их семей. Поэтому очень важным является тесное взаимодействие с региональным отделением Федерального социального фонда и фонда защитники Отечества, подчеркнул глава региона Рашид Тимрезов. Также отметил, что команда Министерства под руководством предыдущего руководителя Руслана Шакова профессионально справлялась с поставленными задачами. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что Динара Камурзаева столь эффективно будет трудиться на новом участке работы. Без проблем, но и по закону осуществлять сделку. Найти данные по недвижимости или земле можно в Росреестре. Для этого ведомства регулярно совершенствуют свою работу, отметили в ходе пресс-конференции. Эксперты подробно рассказали о новой линейной амнистии и расширении возможностей дачной амнистии 2.0. Альбина Ламкова продолжит тему. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии усовершенствует и упрощает работу в оформлении прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это, несомненно, повысит уровень защиты жилищных прав граждан на придомовые территории. Было отмечено на пресс-конференции. Двери всегда открыты. Мы с удовольствием будем подсказывать, объяснять, как оформлять эти гаражи. Но в любом случае надо начинать с администрации местного самоуправления. После утверждения границ земельного участка постановки на кадастровый учет, в том числе с координатами, ложится на плечи наших граждан. То есть ему необходимо обратиться к кадастровому инженеру для изготовления межевого плана. После изготовления межевого плана и постановки на кадастровый учет, орган местного самоуправления постановление предоставляет в собственность, еще раз повторюсь, бесплатно данный земельный участок. Порядок регистрации недвижимости продлен и упрощен в законе о дачной амнистии 2.0. Список объектов расширен, хотя в названии закона и фигурируют дачи. Перечень объектов, которые под него попадают, уже давно не ограничивается садовыми домиками. Гражданину предлагается комплексное решение в упрощенном порядке – оформить право на такие жилые дома и одновременно земельные участки под ними в собственность бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения им. Орган местного самоуправления после того, как выехал на место с комиссии, определил, что он имеет такую возможность, принимает решение о предоставлении в собственность этого земельного участка. И в течение пяти рабочих дней он сам, орган местного самоуправления, обращается в орган регистрации, то есть к нам. И все это обязательно с одновременной регистрацией, и постановкой на кадастровый учет самого жилого дома. Введен новый вид документа – машиночитаемая доверенность. Это электронный аналог бумажной доверенности, необходимый для электронной подачи документа. В отличие от бумажного экземпляра, подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя в файле в формате XML. При ее использовании бумажную доверенность предоставлять не надо. Специалисты Росрееста в ходе встречи с журналистами напомнили, что правообладатель также может самостоятельно обратиться в регистрирующий орган для оформления прав на ранее учтенные объекты недвижимости. Подойти в МФЦ, то есть заявочным характером написать заявление на получение сведений на свой объект, если точно знает, указывает кадастровый номер, это как бы в идеале. Если не знает, то адресные характеристики. И определенный госпошлину оплачивает на определенную выписку. Их порядка где-то может быть 10 выписок, чуть больше. Они имеют как бы разный характер и разные сведения. Также сведения можно запросить на портале Госуслуг. В том случае информацию гражданин получит бесплатно и в течение одной минуты. В процедуре регистрации сделок по недвижимости регулярно происходят какие-то изменения. В частности, все активнее идет процесс перевода части операции и документа оборота в электронный вид. Проверить свой объект недвижимости и его судьбу можно через портал Госуслуг. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Градусов тепла и местами до плюс 20. В южных районах местами высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 10-12, а днем 22-24 градусов тепла. Сегодня Всемирный день туризма. С праздником жителей поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Он отметил, что туризм – одно из приоритетных направлений развития нашей республики. Уникальное по красоте и разнообразию природа привлекает гостеприимную Карачаево-Черкесию ежегодно миллионы туристов из различных регионов и стран. И с каждым днем поток растет. Наша задача – сделать все, чтобы путешествие по республике приносило гостям истинное удовольствие и радость. От всей души поздравляю и желаю работникам туристической сферы ярких идей и успешной реализации планов. А любителям туризма, новых маршрутов и удивительных открытий говорится в поздравлении. Также Рашид Тимрезов сообщил, что сегодня в День туризма стартует всероссийская акция «Россия вдохновляет», которая станет отличным поводом рассказать всем о своем любимом месте в России. Для этого нужно поделиться в своих личных аккаунтах впечатлениями о любимых маршрутах и указать хэштеги «Россия вдохновляет», «День туризма». Глава республики призвал всех показать, как богата и прекрасна наша Великая Родина Россия. В Качагу имени Умара Алиева проходит межрегиональная передвижная выставка «Сокровища земли нартов». Данная экспозиция является одним из этапов большого проекта по изучению популяризации карачево-балкарского нардского эпоса. Живопись, графика, декоративно-прикватное искусство, скульптура, компьютерная графика. Представлены вниманию посетителей. На выставке побывал Алихан Лепшоков. Каждая работа передает богатую самобытную культуру карачево-балкарского народа. Яркие и красочные картины, скульптуры, резьба по дереву и камню. Изделия из войлок украсили. Выставочный сдал Института культуры и искусств Качагу. Каждое произведение позволяет окунуться в сказочный и древний мир карачево-балкарского нардского эпоса и возможность увидеть его в необычных красках. Меня зацепило то, что вода. Вода меня прям очень зацепила. Она как будто дышит. Она очень прозрачная, чистая. Видно, что она прям чистая. Катерина написана очень детально. И это тоже привлекает очень большое внимание. Все чисто, красиво. Преподаватели, студенты Института культуры и искусств Качагу принимали участие в семинаре, на котором обсуждался нардский эпос и традиционная культура карачаевцев и балкарцев. После этого и были созданы эти работы, многие из которых были отобраны для этой выставки. Сами художники отмечают, что нардский эпос дал возможность им вдохновиться и сотворить эти шедевры. Что объединяет эта выставка? Это объединяет нашу историю, культуру. Каждый народ должен свою культуру знать. Язык, искусство, культура, нартовский эпос. И вот оно, чтобы подрастающее поколение не забылось и передавалось. Эта выставка имеет большое значение в плане сохранения и популяризации наследия народов Северного Кавказа. В этих чудесных произведениях искусство отображены сцены из нардского эпоса и богатая культура карачаево-балкарского народа. Очень приятно и отрадно, что в экспозицию основную вошли работы не только именитых преподавателей, но и студентов. И, соответственно, сейчас, когда эта выставка дошла уже до нашего вуза, здесь есть возможность и поизучать, кто как трактовал разные образы, еще раз вернуться к нардскому эпосу, потому что есть все-таки различия между эпосами разных народов. Учитывая, что студенты у нас из разных регионов, это очень такой хороший опыт. Выставка стала отличной площадкой для обмена знаниями и диалогом между постителями и организаторами. Экспозиция будет работать в течение месяца, и постить ее может каждый желающий. Алихан Ипшоков, Олег Молхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Не нотки фонограммы. В филармонии состоялся спектакль по повести Ченниза Айтматова «Материнское поле». Постановки русского театра, драмы и комедии Карачаева-Черкесии. Об особенностях спектакля расскажет Дарья Тендит. Передать на сцене замысел Ченниза Айтматова сложно, но режиссер Антон Городецкий и сценограф Леонид Черный сохранили главную ценность материнского поля, наполняя смыслом и трагизмом историю жизни. Они избежали общепринятых приемов, благодаря этому получилось необычно. Роль толгана исполнили все актрисы состава. Каждая из них отображала определенный период жизни. Спектакль проходил без фонограммы, был только живой звук. Я сначала размутился, думаю, ну что ж ты, это мы следы древочим, мы тоже там в Москве немножко учились, и мы что-то знаем, почему-то так решил. Он сказал, ну знаете, а у вас как тюре, без подборок, они вытащат. И потом, я думаю, что вот эта тема, тут нужна тишина. Сдержанная цветовая гамма, белое одеяние, желтое поле, два основных голоса – матери женщины и матери земли. В совокупности это оказывает магнетическое воздействие на зрителя. Здравствуй, Толганай. Ты пришла и еще постарела. История о жизни обычной женщины, которая прошла через множество трудностей и несчастий. Толганай потеряла мужа и сыновей во время войны. Жизнь сильнее смерти, а материнская любовь – вечно. Мимо нас пробег, пронеса, последний вагон и шелон, а я все еще бежала по шпалам, затем упала, как я кричала и стонала сыну и отправлялся на поле битвы. Актеры передали на сцене всю глубину и трагичность, держа зрителей в напряжении до самого конца. Тяжело дается актеру такие драматические сюжеты держать себя и свои эмоции не расплескать, а оставить для зрителя. Поэтому вот это, наверное, самое сложное было в работе над этим спектаклем. Сидящие в зале были полностью погружены в сюжет и переживали за героев. Сдерживать эмоции зрителям было сложно. Очень тяжелое время. И вопросы здесь задаются очень честные и прямые. И такие же прямые даются ответы. Спектакль смотрелся на одном дыхании. Первый раз смотрел, как играют на взрыд. Такого я еще не видел. Спектакль «Материнское поле» стал важным событием в жизни зрителей, подарив им массу эмоций и тем для рассуждений, позволив ощутить на себе мощь и смысл прекрасного произведения Чингиза Айтматова. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Представители Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии приняли участие в первенстве регионального совета «Динамо» по перетягиванию каната среди сотрудников правоохранительных структур, которое прошло в рамках столетия образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества. На стадионе «Нарт» Черкеска собрались шесть команд, представляющих Росгвардию, МВД, Службу судебных приставов, СИН, МЧС и ФСБ. Благодаря ловкости и сплоченности по итогу спортивной встречи первое место заняла команда управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, второе место определили за спортсменами из регионального МЧС. Почетную бронзу получили представители республиканского ОФСИН. Победителям были вручены памятные кубки, дипломы и ценные призы. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Доктор Краснов». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова